Приветствую вас. Итак, проблема заключается в том, что авторы вопроса раздражают звуки. Самые обычные бытовые звуки, которые есть в любом многоквартирном доме, в том числе, и это основное, издаваемые его соседями. Я думаю, что, как правило, звуки, такая вот, ну, реакция на звуки у человека проявляется в результате подавляемой им агрессии. Вот так получается, да, так происходит, что когда человек подавляет в себе агрессивность, когда человек подавляет в себе какие-то действия, скажем так, вот действия, ну, не самого, не самого может быть хорошего, по мнению человека, характера. Вот. То есть, это, например, какие-то могут быть, ну, физические проявления активности. Это могут быть какие-то вербальные проявления той же самой активности. Когда человек в себе это подавляет, то очень часто именно в такой среде образовывается раздражительность на звуке. Я думаю, что связано это с тем, что вы далеко не обязательно, как бы это так сказать, далеко не обязательно действительно злитесь и действительно ненавидите, как вы говорите, своих соседей. Например. Например. А я думаю, что это связано более с тем, что вы в целом пытаетесь быть более спокойным, более выдержанным, чем вы на самом деле есть. Я думаю, что, я думаю, что основная проблематика заключается именно в этом. Я думаю, что путь к решению проблемы находится в том, чтобы вы искали для себя возможности, искали для себя способы проявляться более активно. Снимать свой, так скажем, вот этот вот тонус, если можно так выразиться, да, если можно так это назвать. Я думаю, что поиск путей и поиск способов снятия выражения агрессивности своей решит вашу проблему. Более чем. Да, может быть, вполне может быть такая история, вполне может быть такая ситуация, что кому-то придется что-то высказать. Да, кому-то придется что-то выразить и может быть это будет какой-то такой вот не самый приятный опыт, да, как для вас, так и для другого человека. Вот, особенно если вы не привыкли к такого рода действиям, да, если у вас отсутствует опыт таких, значит, ну, таких проявлений себя. Вот, конечно, в этом случае вам будет, вам будет нелегко. Вот. Вот. Ну, я думаю, я думаю, что опыт необходимый наберется довольно быстро. Я думаю, что очень быстро вы увидите, что ничего страшного не произошло. Вот. И я думаю, что вас будет самым беспокоит этот звук. То есть, можно понять, что ваша вот такая психологическая реакция, что называется, связана с тем, что вам хочется выразить злость. Злость. У вас есть злость. Злиться – это нормально. Абсолютно нормально. Злиться необходимо. Вы себе это подавляете. Да. Да. Вы описываете, так скажем, дравмирующую ситуацию. То есть, вы говорите о том, что вот, значит, 8 лет назад в виде соседей сверху ребенок сбегал до глубокой ночи в течение дня на протяжении нескольких лет. Вот. И, естественно, вас это не могло не излить. Вот. Вы, скорее всего, ничего не делали. Вы, скорее всего, просто, ну, что называется, пытались, да, это как-то вот, ну, как-то прожить-пережить. Вот. И, соответственно, у вас появлялось, по-видимому, иметь место быть до сих пор связанное с этим чувство сильной беспомощности. На мой взгляд, эту беспомощность вы, как, я думаю, сейчас в себе, скажем так, пытаетесь отвергать. Я думаю, что вы эту беспомощность себе сейчас, этой беспомощности себе сейчас пытаетесь избежать. Вот. И вот подобное противоречие тоже являет некоторое такое напряжение, да, вот, которое выражается вот в том, что вы чувствуете злость, в том, что вы чувствуете ненависть. То есть, ну, в целом, такое вот достаточно сильное, получается, психоэмоциональное переживание. Поэтому, естественно, что травма ваша психологическая нуждается в том, чтобы с ней работать, нуждается в том, чтобы вы ее прожили. Вот. Я думаю, что ваша проблема является психологической, хотя, если ничего с ней не делать, то она может перерасти, конечно же, и во что-то более серьезное. Но пока что, на мой взгляд, ваша проблема носит чисто такой вот психологический характер и решать ее можно и нужно средствами, в общем-то, психологической работы. Что касается методики, то я думаю, что нет здесь каких-то особенных дефиниций, дифференциаций. Вот. Поможет вам, мне кажется, все абсолютно. Вот, значит, важно только, чтобы вы вот, ну, на самом деле, начали этим заниматься. То есть, чтобы вы пришли и начали психотерапию, да, потому что, ну, понятно, что работа, да, она должна вестись последовательно, работа должна вестись регулярно и работа должна вестись размерно. То есть, это какого-то времени потребует. Вот. И хотите ли вы, вот, свое время на это тратить, да, или просто, вот, что называется, ну, задали вопросы и все. Вот. Вот. Тоже большой, большой вопрос, это тоже важный вопрос и, на мой взгляд, конечно, вот, ваше, ну, ну, ваше, собственно, отношение к этому, вот, то есть то, как вам видится работа, да, как вы хотите ею заниматься и хотите, как вам видится работа, да, как вы хотите ею заниматься. А, вот, очень, очень важно здесь, вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить, я надеюсь, что это было, было полезно, я надеюсь, что это было интересно. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, пожалуйста, за помощью, будем, э-э-э, и цифрация начнет меняться. Продолжение следует...